...политка, потом собственные интересы, может быть, где-то на третьем-четвертом плане и интересы последних граждан, но это в последнюю очередь. Ответственные лица в правоохранительных органах должны контролировать расследование, но никто не знает точно, сколько именно уголовных дел они расследуют и как. По словам Ротару, на сегодняшний день в процессе расследования находится около 100 тысяч уголовных дел. Это означает, что каждый 15-й совершеннолетний гражданин Республики Молдова находится под следствием. Ежегодно возбуждается около 30 тысяч, но к следуя направляется около 7. А остальные дела я спрашиваю, куда они бывают? Что делать с ними? Никто не знает. Вот в последнее время ко мне обратились около 5-6 граждан с просьбой заняться уголовными делами, которые расследуются против их родственников. Я ужаснулся, все они сфабрикованы. Среди перечисленных адвокатом пунктов есть громкие уголовные дела, связанные с хищением государственных средств. Во многих случаях заинтересованы сами политики. Примером тому может послужить история о том, как доверенные лица Урикяна и Филата были замешаны в криминальном бизнесе фальшивомонетчиков. Тогда в одной из местных газет вышла статья о том, что политическое формирование сиротки Баурикяна пользовалось фальшивой валютой в предвыборных целях. В полиции по этому делу было задержано 11 человек. Среди них фигурировали ученые. В разы выборы закончились неудачно для тех, которые заказали это дело. Дело спустили на тормоза, не стали обвинять людей в создании криминальной организованной преступной группировки. Просто им предъявили обвинение в фальсификации доллара и российских рублей. Хотя там это и не пахло. По словам Ротару, существует доказательство, что этим делом занимались другие люди. Но это никому не интересно. На вопрос, кто был заинтересован в создании шумихи, он дал однозначный ответ. Это дело задумано было и с политической подоплёкой, и из-за того, чтобы кто-то хотел скомпрометировать оппозиции тогдашние. Вот люди из-за этого сидят до сих пор. Я думаю, что те, которые находились тогда в власти. О том, что государственные работники воруют деньги, уже давно известно. Примером тому послужит случай, когда ответственная за производство в Министерстве культуры Надежда Пахила была осуждена защищением государственных средств в размере около 20 тысяч долларов. По словам свидетеля, выступившего по этому делу, майора полиции Олега Кирваса, Пахила подделала его командировку, чтобы получить нужную сумму денег. В отместку он был обвинен в том, что одолжил 5 тысяч долларов на покупку земельного участка и не вернул эти деньги. Гражданский кодекс Республики Мондува, это же гражданские отношения, взаимы. Отношения взаима. Если я вам одолжу, и вы у меня одолжили, есть гражданский кодекс. Статья 210 и статья 211 регламентирует эти отношения. Гражданский кодекс гласит, что если я одолжил сумму более тысячи лей, я не имею права ссылаться на свидетельские показания. Если вы даете больше взаимов, больше, чем тысячи лей, обязательно должны получить документы от того человека, которому вы даете эти деньги. Иначе никто вам не поверит, не должен поверить. Адвокату не понаслышке известно, что такое уголовное преследование в нашей стране. Илья Ротару уже 8 лет находится под следствием по делу, связанному с деятельностью компании «Джиминем». В 2007 году, когда он был директором и акционером «Джиминем», у Ротару возникли споры с руководством страны. Руководство Республики Молдова пришло, послало ко мне человека, который сказал мне, я в то время был директором САДЖЕМИ, и я акционером этого предприятия. Мне сказали, что этот объект нам нужен, тебе дается месяц, чтобы ты убрался вместе с коллективом. Но нам дали месяц, через неделю пришли, я был в отъезде в командировке в Румынии, и заняли просто это предприятие. И до сих пор там находится. Напомним, что адвокат Илья Ротару был первым кандидатом в президенты в 2009 году. Он подал документы для регистрации своей кандидатуры в парламентскую комиссию по выборам президента. И должен был заручиться поддержкой перенавских депутатов парламента. Но они возбудили еще одно дело, чуть позже, в 2009 году, после избирательной кампании, когда я должен был занять ответственный пост в государственном параде Республики Молдова. Чтобы не допустить этого, до сих пор меня преследует по всяческому. Сейчас правительство должно предоставить свою позицию Европейскому суду по делу, которая открыта на Илью Ротару. Адвокат настроен решительно и ведет активную деятельность в общественной организации за права жертвы юстиции. Я знаю, что творят наши прокуроры, прежде всего, и остальные, которые занимаются расследованием уголовных дел. Организация собирает уголовные дела, пытается решить их и довести до общественности. Однако эта проблема не решится, пока полностью не изменится структура правоохранительных органов и работа самих прокуроров. Они очень зависимы от политиков, частично они сами виноваты, но это им и выгодно, потому что если он знает, что выполнил указания Воронина или Филата, я не важно здесь и Плахотнюка, и кого угодно, значит, вышестоящего начальника, в остальном он чист и может делать все, что хочет с остальными. Своими подчиненными, с людьми, которые, и он рассматривает их дела и так далее. Ему позволено все, и никто ни за что не отвечает, благодаря тому. Если мы сейчас проверим дела одного судьи за год, то схватимся за голову. Большая беда также в том, что вышестоящий прокурор вправе забрать дело у ниже стоящего, если его не устраивает, как он его ведет. О том, что у нас в этой сфере бардак, теперь известно каждому. И случай на охоте в подуре Домняска тому подтверждение. То, что творится у нас в правоохранительной деятельности, в правоохранительной, это уму непостижимо. Но сегодня, в принципе, надо уволить, конечно, 80% состава этих людей. Может быть, как говорит господин Маккан, вообще, привезти здесь команду иностранных специалистов, чтобы наделить немножко хотя бы порядок в этом. Президент Республики Молдова Николай Тимовский сегодня утром перенес операцию по удалению желчного кузыря. Глава страны был прооперирован в...